Утро страны! На телерадиоканале Страна.ФМ Друзья, доброе утро! В студии Лиза Калинина, Никита Некрасов и у нас замечательная гостья. И прежде чем я ее представлю, скажу только, что зовут ее Марина. Сейчас все регалии назову, но тем не менее, Марина, вы когда слушаете песни ваших коллег, вы вслушиваетесь в тексты? Всегда. Всегда оцениваете рифмы, смысл. Не могу избавиться от этой вредной привычки. Профессиональная деформация. Итак, друзья, у нас в гостях сегодня в эфире телерадиоканала Страна.ФМ петербургская поэтесса Марина Кацуба. Марина столько всего уже сделала, на самом деле. Она пишет тексты миллионам артистов в нашей стране. Причем они и борются за ее стихи. Победительница многих проектов. В частности, единственная девушка, которая одолела тех самых хайповых рэперов сейчас. Какие ты словишки знаешь? Вот в этих самых баттлах. Откуда в тебе это? Это женская сила. В общем, Марина, мы очень рады вам, что вы приехали к нам. И не просто так. Много информационных поводов у нас есть. А я хочу сказать, прежде чем мы начнем общаться с Мариной... Пусть Марина скажет здравствуйте. Сейчас подожди. Самое главное, что привезла Марина к нам в студию телерадиоканала Страна.ФМ, это петербургское состояние, настроение, воздух. Я тоже из Санкт-Петербурга, поэтому мне вдвойне приятно встретиться с земляком. Мне приятно очень. Доброе утро, Марина. Ну вот, наконец-то. Доброе утро, Страна АФМ. Ну, на самом деле, я уже второй раз в вашей студии. Я познакомилась с вашим проектом как раз в Петербурге на День города. И тогда уже полюбила очень. Поэтому даже когда я рано проснулась, чтобы к вам прийти, мне как-то это особенно легко дается. Вы не рано пришли, Марина. Мы вот в пять пришли. Согласна, согласна, да. Это аргумент. Мы в пять только встаем. Хватит стращать. В пользу того, что я выспалась. Я просто прямо на таком заряде бодрости, потому что всегда эфиры очень веселые и позитивные. Ну, надо сказать, что Марина пришла не с пустыми руками. Естественно, есть информационный повод. Я один. Поподробнее прямо обо всем. Во-первых, вышла аудиокнига. Да. Да, со стихами. Что это такое? Расскажи, пожалуйста. Это, на самом деле, интересный для меня эксперимент. Это первый, потому что за 26 лет творчества я уже успела сделать огромное количество совместных проектов, или, как надо говорить, коллабораций сейчас. Такое же модное слово, как хайповый, мне кажется. Жуть. Вот. Жуть. Вот это петербургское словечко. Получше будет. Успела сделать даже музыкальный альбом в прошлом году, сегодня, и съездить в туры, написать два альбома текстов для певицы Шуры Кузнецовой, для кучи рэперов. Но я никогда почему-то мне не приходило в голову выпустить аудиокнигу стихов. Свою. Да. Вот мой молодой человек Миша Мэйтис, которому мы в прошлом году были здесь в эфире со своими стихами, он меня убедил в том, что стоит это попробовать сделать. Какой молодец. Да. Мотивирует в правильную сторону. Да, это очень приятно и милый, это такая форма заботы. Я нашла петербургского-петербургского композитора, который просто вот настолько тонко понимает, что такое дождик, неба, тоска, красота, любовь, лирика. Паша Васильева, он работал очень много и работает в Fuse из группы Cracks, Леша Асай. Ну, это вот такая вот уже, мне кажется, клише неправильное плохое слово, потому что ребята очень талантливые. Да, это скорее петербургский уже бренд, качество, лирики именно. И когда я с ним познакомилась, послушала пять минут его и поняла, что я сделала всё, что угодно, чтобы он написал мне музыку для аудиокниги. То есть вы сотрудничали, и вот как раз совместная работа в аудиокниге звучит. То есть там, в принципе, нету ничего, это такой минимализм, классика. Мои тексты в моём голосе без эффектов спеца, никаких модных дуэтов с блогерами, рэперами, топ-моделями. Прекрасно, прекрасно. Ксимурская классика минималистична, только клавиши. То, что надо, самое главное. Марина, это прямо мёд. Мёд. Растопила Марина, суровое сердце. И так, без того, растопленная. Растопленная. Друзья, давайте сейчас послушаем дискотеку «Аварию», посмотрим тоже видео от этой команды. Мы как раз сейчас перерыв спросим про слова. Да, и прямо после этой песни и вернёмся. Оставайтесь с нами. Это телерадиоканал «Страна Фэмили» из колени Никита Некрасова здесь в студии. Ну и у нас отличная, замечательная петербуржская... Я в этот раз хочу сказать, что солнечная, несмотря на всю, может быть, мрачность Санкт-Петербурга кажущаяся, солнечная гостья Марина Коцуба, поэтесса, мастер на все руки в плане стихотворного жанра. Марин, прежде чем мы начнём дальше общаться, я хочу задать тебе такой вопрос. Ты упомянула в предыдущем выходе, что ты пишешь для рэперов. Вот. Тут недавно прошла история такая, что в Америке товарищ, который зарелизил песенку, его на этом релизе и поймали, и посодят, и, скорее всего, даже казнят. Потому что там всё тру должно быть. Тру. Тру прям пистолеты, погони, бах-бах-бах, ограбления и всё такое. Как пишется для рэперов такой утончённой, красивой девушки, чтобы это действительно было тру? У которой на майке написано «Голод». Ну, это, кстати, мерч одного из моих друзей рэперов. Да-да-да. Вот как написать действительно тру песню для рэпера так, чтобы это было? Ну, мне кажется, что если ты хороший автор с большим бэкграундом, мощным, то, в принципе, это не очень сложно. Я, на самом деле, не такая уж небесная ромашка. В принципе, если меня очень сильно достать, я... Выдам всё, что думаю. Ну, бывало, что я в довольно жёсткой манере прошу выключить телефон на концерте. Мы называем это там «лёгкий эффект дземфиры», да? А скажи, как ты это делаешь? Продемонстрируешь. Ну, что ты говоришь? Убрал телефон. Ну, да, что-нибудь против того. Убрал телефон. В стихах. Либо ты убрал свой телефон, либо я уберу и тебя, и твой телефон. И так пушку достает нам. Вау! Бенч! Первый предупредительный воздух. Мне кажется, что... Посыпались софиты. Женщина, которая совсем в однозначном образе, ну, то есть, например, совсем ромашка или совсем жёсткая рэп-гёрл, это достаточно скучно. Нужно быть... Разноплановым. 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 Какое хорошее слово. Ну, конечно. И я привёз багаж из Петербурга. И что, есть словарь там где-то, где ты читаешь, если ты пишешь для рэп-исполнителя, ты вот пишешь просто, что тебе важно сказать? Или ты подстраиваешься, ну, в хорошем смысле слова, под этого человека? Конечно. Проживаешь какую-то его часть жизни? Ну, я пишу только и работаю только с тем, кого понимаю, понимаю внутренний мир. То есть, надо знать человека, узнать, да? Иначе ты уже становишься бизнесом таким сухим и безликим, графоманством, надо, конечно, проживать и любить. Ладно, с этим разобрались, давай вернёмся к твоим концертам, которые завтра и послезавтра состоятся. Что это будет? Презентация, правильно сказать. Что публике ожидать? Ну, это возвращение к истокам, потому что последние концерты, которые были осенью, были чудесные. В Москве был, наверное, вообще мой самый лучший концерт в культурном центре «Дом». Мы выступали все вместе со всеми моими друзьями, тусой, что уж там. И был полный состав музыкантов, и саксофоны, новые песни. То сейчас мы хотим сделать полностью обратное мероприятие по формату. Это девушка в платье в пол, клавиши, акустика и самые-самые-самые нежные, глубокомысленные стихи. Пианист во фраке. Ну, я не знаю, будет ли у него фрак, вот он сейчас прибывает в Москву. Ну, это, кстати, сейчас же модно, эклектик, например, кроссовки белые фрак. Конечно, да. Круто, особенно у вас в столице, все разбираются в этом. У нас-то, да, у нас-то, да, вообще. Тут роток такие ходят, модники, с лошадником, да. Бабочка на шубу нацепилась, не пошел. Не боишься ли ты вот таким образом менять формат? Из предыдущих концерта, ты говоришь, был успешный, удачный, и с тусой, и все такое. А здесь все по классике. А сейчас придут все люди, готовы увидеть тусу, да, а тут платье в пол, на телом. Ну, в этом, в принципе, и вся я, примерно как от батл-рэпа до классической поэзии и обратно. Мои друзья говорят, что это между бадуаром и полем, вот формат такой. Соответственно, конечно же, нужно экспериментировать, тем паче, в жанре мелодикламации и поэзии сейчас. И, ну, вот так захотелось. Вот услышала музыку Паши Васильева, написала книжку и говорю, хочу. Я даже помню, на Фейсбуке сделала пост, москвичи, подскажите место, где можно сделать концерт в платье в поле, так, чтобы нежно, атмосферно и душевно. Так, а в итоге где это? Да, и когда и где, давай расскажем. Завтра уже, 17 января, в комьюнити в Москву, это прекрасная площадка, мне тоже подсказали, подсказали мне ее мои друзья, продюсеры. И сразу же как-то ребята поняли, что я хочу с телефонного разговора одного. И я очень рада, потому что там есть и рестораны, и библиотека, и театр, да. То есть мне очень не нравится, когда на таком мероприятии люди сидят за столиками, едят, пьют кофе и болтают, потому что ты выворачиваешь душ и уже придумала, что будет вот, ну... А они чавкают. А они чавкают. Заразы. Демоны. И омлет. И омлет, да. Двойной омлет, пожалуйста. А ты про боль и про него? Боль, да, и про него, и поэтому, когда это зал зрительный, конечно, конечно, это гораздо... Тут Нева пошла, мне уже кровавую мэри несет, уже боль. А тут прям будет зал-зал. Согласен, согласен. Зал-зал или это столики какие-то там? Здесь будет зрительный зал, и он маленький, там всего, по-моему, 100 билетов в продажу, в отличие от предыдущего концерта. Ну, там, по-моему, осталось еще билетов 10, может. А в Петербурге послезавтра? Да, в Петербурге в квартире кроется такая же площадка по концепции, как Никита кивает, знающий. Ты знаешь, что ты делаешь вид в Петербурге? Да, конечно, делаю вид, естественно. Я была там на концерте у Манижи, певица, на открытии, влюбилась и в певицу Манижи, и вместо в это. Ну, то есть выбор площадок для концертов был невероятно важен. Да, потому как, ну, атмосфера определяет в таком формате. Если у тебя стадион, как на Ване, но из концерта я с ним выступала, там, все пляшут, кричат, танцы. Понятно, что, в принципе, можно разорвать любую площадку, когда ты рассказываешь что-то из души, тонкое, возвышенное. Должно быть такое камерное пространство. Ну, либо просто я стала капризной, как бы, с годами, не знаю, стала много вредничать и требовать. Друзья, 17-18 января концерты в двух столицах, в Москве и в Санкт-Петербурге. Нужно поспешить, потому что Марина делает две презентации такие, да, своей аудиокинге. Маленькие, да. Маленькие. А есть в планах сделать большую презентацию? Ну, пока нет. На Олимпийский, там, вот это все. Ну, я думаю, и вот, кстати, об этом говорили буквально на днях с рядом людей последовательно, касательно того вообще, насколько уместен на широкую аудиторию поэтический формат. И я из тех консерваторов неприятных, несмотря на то, что я ношу рэп-мерч, которые считают, что лучше будет, пусть лучше будет качество, будет хорошее видео, будет классный зал, крутые музыканты, но все-таки это будет там зал до 500 человек, чтобы каждый мог побыть в этой атмосфере, проникнуться. Я не могу, не чувствую себя рождественским пока, или, положим, ну, кого еще привезти в премьер, чтобы охватить своей энергией стадион. Мне кажется, это немного смело. И более того, мне кажется, часть рэп-артистов, которые начинают выступать на больших площадках, не имея в бэкграундах хорошего вообще, в принципе, ораторского... Мастерства такого, да? Да, они поэтому и лажают, то есть в записи звучат так, а здесь эдак. Ну да, мы поняли. Ну, я, кстати, хочу сказать, что если зал маленький, то отличное решение для всех, кто не попадет, сделать интернет-трансляцию. Это же сейчас так модно, все джазовые концерты проходят с интернет-трансляцией. Мы уже из-за возмущения жителей других городов, которые одолели меня эпиграммами, на тему того, что мы делаем только два концерта, конечно же, решили, что в петербургский второй концерт будем транслировать. Ну класс! Ну отлично! Доброе утро, дорогие друзья! Никита Некрасов, Лиза Калинина в студии. В гостях у нас сегодня петербургская поэтесса Марина Кацуба. Марина, скажи, пожалуйста, вот важно ли для поэта вот такая безбашенная популярность? Не мешает ли это отчасти вот такой полезной интервертности, наверное, так, чтобы выпускать что-то, да, давать людям, чтобы творить, да. Потому что все равно, когда ты в режиме такой рок-стар, это другая сторона. Мне кажется, что я не бешеный популярный. Нет, вообще, я не готовил меня на этот счет. Да ладно! На этот счет все равно. Не скромничай. Во-вторых, ну мне кажется, есть совершенно разные создатели, творцы, где-то неважно художник ты, писатель, музыкант. Есть экстраверты, есть интроверты, есть люди, которые устают от социума, наоборот, уходят в какой-то минус. Я со-зависимый человек, я совершенно не вдохновляюсь вне контекста общения. Это подтверждено тем, что когда я уже, например, в Азию зимой, я ничего не пишу. Я просто лежу на пляже, отдыхаю вообще от того, что я поэт и от всего. И для того, чтобы что-то творить, создавать, мне нужны люди, их реакция и контакт эмоциональный. Поэтому, ну, субъективно говоря, себе, конечно же, чем больше всего происходит, тем мне легче. То есть ты пишешь в процессе общения, реакции? А показываешь, когда написала что-то? Ждешь оценки? Ну нет, нет, нет. Мне кажется, что... Тебе не важно это, да? Ну, просто там после 15 лет практики, 20 уже ничего, кроме внутреннего ценза собственного и там всяких водных персонажей, которые живут, уже не могут оценивать. Марина, спасибо тебе огромное. Давайте еще раз напомним, 17-18 января... Так у нас, мне кажется, еще же выход, да, будет? Вот, у нас еще... Но еще раз напомню, 17-18 января в Москве и в Петербурге состоится презентация аудиокниги, которую Марина создала совместно с музыкантом, композитором, Пашей Васильевым, Петербургским. И мы скоро о всем расскажем еще подробно, друзья. Да, у нас небольшая пауза и скоро к вам вернемся. Оставайтесь с нами, друзья. Утро страны на телерадиоканале «Страна.ФМ». Утро страны продолжается. Лиза Калинин, Никита Некрасов в студии есть. Это хорошо, уже замечательно. А еще лучше тот факт, что с нами Марина Коцуба, прекрасная петербургская поэтесса. Мы с ней общаемся обо всем, что связано с поэзией. В первую очередь, конечно же, о предстоящей презентации. И вот мы закончили на том, что будет интернат-трансляция с концертов в Санкт-Петербурге. Но мы же современные люди, конечно. А еще современные люди, даже те, кто ленятся, кто никуда не хочет идти, попочку свою с дивана поднимать. Вот это все, ну что это такое? Пришел с работы, опустил ее и все. Те люди смогут скачать на iTunes. Аудиокнигу на iTunes? Да, мы выпустили ее и на iTunes, и теперь предложение ВКонтакте «Бум» и на Яндекс.Мьюзик. Этим занимается мой музыкальный лейбл «Запал рекордс». Это люди, которые знают, как все вот это работает, как это все заливать и прочее, прочее. Поэтому я, будучи поэтом, имею возможность издаваться как... Музыкальный артист. То есть ищите в iTunes. Да. Но не только в iTunes, но Яндекс все-таки это как бы прослушивалка, а приобрести на Гугле тоже можно. Да, да. Андроид. Да, да. Но ищите и имейте в виду. Да, это замечательно, что можно скачать, заиметь себе в коллекцию. Но, конечно же, в первую очередь надо сходить на концерт, куда мы всех вас приглашаем. Да, с 17-го сентября точно. Скажи, пожалуйста, вот эта программа, она «Ты и пианино». Без него что-то можно? Сейчас прямо? Да. Прочитать? Ну, тю-тю хотя бы. Ну, так это как за анонси. Ну, это какое-нибудь веселое стихотворение, мне кажется. Да, пожалуйста. Утреннее веселое стихотворение. Это книга, которая написала лет, наверное, 12 назад про утро. Отлично. Две звезды на подоконнике притаились ночью якобы. Но вы так громко плакали, что разбудили наших дворников. Рассердились наши дворники и лягушками заквакали. Затрясли они клоаками, неуклюжие, как слоники. А потом в начале морнинга укатились звезды бряка и в полголоса боляка подметали дворик дворники. Ой, класс. Слушай, а что у тебя было по литературе? Класс. Оценили? У меня была пятерка. Я вообще в школе была старостой, отличницей. Ну, а нет, а вот учитель по литературе заценил? Конечно, да. Я уже была в детском... Кружке. Кружке творчества юных. Мне просто интересно, вот таких вот людей, талантливых детей видят? Нет. Вот я тебе по себе могу сказать нет. Не заметили, пропустили, да? Да, я в десятом классе, ты знаешь, написал на два двойных вот этих выдранных из тетрадки листочек сочинения в стихах. Поэма это уже. И мне поставили два-два. Слушай, ну знаешь, мне кажется, дело в том, что в Петербурге слишком много талантливых детей. Нет, это не в Петербурге было, это уже в Москве было. А, ну да. У тебя поощряли, да, этим... Ну, по-разному. Родители не были в диком восторге. Папа хотел, чтобы у меня было техническое образование. У нас был конфликт такой. У меня такая ленинградская семья. Папа военный, мама учитель, сестра врач и Марина. Версус баттл. Привет. Чтобы разнообразить эту классику. Ну, а еще и сейчас как родители смотрят? Ну, сейчас уже привыкли. На то, чем ты занимаешься. На презентацию 18-го в Петербурге даже собираются дойти. Но это редко. Надо же действительно, чтобы было какое-то красивое мероприятие. Вот когда вот с этой рэптуса, их не вытащишь. А когда все-таки... А мне кажется, наоборот, родители должны прийти и увидеть вот это все своими глазами. Избасать мим. Как это все происходит. Да, я считаю, что так. Прийти и увидеть, зачитать. Конечно. Естественно. Ладно, друзья. Марина, спасибо тебе огромное. Спасибо. 17-го января. Презентации в двух столицах. Скачивайте на iTunes твою аудиокнигу. Как называется? Полное название. Чикчирик. Вот так вот. Айтюнс ждет. Вводите в iTunes в поисковике. Чикчирик. Петербургская поэтесса Марина Акацуба была. А у нас в гостях. Спасибо большое. Отличной презентации слушателей массу. Вот и отличного сегодняшнего дня. Хорошо. Спасибо большое. Михаил Бублик тебе говорит уже, что будет светло. Слушаем и смотрим. Даже по шмурному небу. Бублика.